Около 50% вновь производимой бумаги изготавливается из макулатуры. Именно поэтому предприятия по переработке заинтересованы в ее сборе и заготовке. В том числе и Брестский мусороперерабатывающий завод. Контейнеры для раздельного сбора мусора, агитационная работа среди населения в учреждениях образования. И один из последних шагов – акция по сбору макулатуры. Все это звенья полномерной работы, направленные на увеличение бумажного потока на завод, а также на привлечение брещан разделять отходы. Путем собственных производственных мощностей у нас не удается довести до указанного количества утвержденных этих показателей. Поэтому мы уже пошли, скажем так, в люди. Совместно с ЖЭСами, с ЖРО мы объявили такую акцию среди населения, что уже непосредственно в каждый из дворов приедет передвижной приемный пункт. Именно такие условия были созданы для жителей, для их удобства. Чтобы не обязательно им надо было, чтобы получить какое-то вознаграждение, ехать на наши стационарные приемные пункты, они могли воспользоваться услугами передвижного приемного пункта. В течение двух месяцев прошлого года передвижной приемный пункт принимал макулатуру у жителей города каждую неделю. Особенно активно себя вели дети. Кидая в ящик тетрадки, журналы и использованные раскраски, они получали взамен денежное вознаграждение, на которое покупали себе сладкие подарки. В итоге победу в акции-конкурсе одержал третий ЖЭС города, жители которого собрали более тонны макулатуры. Жильцам говорилось, что приемом макулатуры, платным приемом является мусороперерабатывающий завод. Давался телефон, куда они могут обратиться, если они насобирали определенное количество макулатуры. Вот и все. К нам в ЖЭС приходили, спрашивали, тоже давали телефон, куда обратиться. Ну вообще вопросов много было, конечно. Постоянно приходили. Люди сдают, сдают, собирают и сдают. В итоге за проявленную активность в одном из дворов, которые находятся на обслуживании третьего ЖЭСа, поставили детскую горку – подарок от Брестского мусороперерабатывающего завода. На детской площадке она пришлась как нельзя кстати, а самое главное – это стимул продолжать начатое. У нас дом проблемный. Один дом внутри собственника, и чтобы добиться какое-то решение по нашей площадке, нам сил немало понадобилось. Вот ЖЭС, наш любимый, нам очень помог, приятно. А вы участвовали в сборе макулатуры? Каждый день. И в раздельном мусоре, и в сборе макулатуры. Собираем, относим, все делаем. По словам Натальи Трифоновой, целью данной акции было показать, сколько максимально макулатуры можно собрать в Бресте, которая затем идет на переработку. Мало кто знает, что одна тонна бумаги сберегает 17 деревьев, 30 тысяч литров воды, 2000 киловатт электроэнергии. Поэтому, собирая макулатуру, кроме материальной выгоды, вы занимаетесь благородным делом защиты экологии.